Без этой регистрации, в качестве субъекта хозяйствования. В качестве организации, либо ИП ему регистрироваться, и какую систему налогообложения ему применять, это уже вопросы налогового планирования. То есть, платильщик это должен сам рассчитать. Если есть какие-то вопросы, налоговая инспекция всегда окажет содействие. То есть, он может обратиться в инспекцию, к инспектору, вообще в отдел консультации, мы просчитаем, вместе сядем и выберем оптимальную систему налогообложения. А еще один момент, я хотел это отдельным вопросом задать. Вы говорили о том, что на вашем сайте действует вопрос-ответ, система онлайновая, да? Может быть, планируется расширять эту систему? И как вообще построена работа по подаче налоговых деклараций? Многие интернет-пользователи хотели бы делать это удаленно и, вероятно, тоже удаленно платить налоги. Сегодня такая возможность уже предоставлена. Есть портал, который позволяет предоставлять декларацию как субъектам хозяйствования, так и физлицам удаленным способом в электронном форме. Для этого необходимо обратиться в информационный центр Министерства по налогам и сборам, который находится у нас в центре города, недалеко от площади Кубоколоса, Центральной налоговой инспекции. И получить ключ. Ключ. То есть, фактически говоря, сертификат, цифровая подпись, в которой будет свидетельствовать, что именно это лицо предоставляет какие-то сведения налогового органа, которое позволяет общаться. Да, да, да. Вот. Есть определенные ставки для организации, для субъектов хозяйственного, которые работают в качестве ИП, да, и для физлиц. Для физлиц, естественно, здесь стоимость этого ключа, она ниже. То есть, 166 тысяч, насколько я помню. Это единоразово? Нет, не единоразово. Этим правом он будет пользоваться, скажем так, в течение года. Ага, то есть, это на год, да? На год, да, на год. Здесь он может подавать как налоговые декларации, скажем так, так, ну, вообще, произвести общение с налоговой инспекцией. Что вы говорите в плане вообще дальнейшего развития общения, электронных консультаций, насколько я знаю, этот вопрос, скажем так, стоит на контроле, остро обсуждается в министерстве, предпринимаются определенные шаги, идет вопрос о создании колл-центра, который будет позволять более оптимизировать, скажем так, в расширенном применении систему общения платильщика. Единый номер может быть какой-нибудь. Да, да, и это общение будет, ну, предполагается, скажем так, производить не только посредством телефона, а непосредством интернет-портала. То есть, ну, предела для совершенствования нету, и, в принципе, надо понимать, что налоговые органы к этому стремятся. Потому что у нас основной акцент, должны тоже понимать наши слушатели и вы, направлен не на контроль, а мы учитываем, скажем, удельный вес поступлений в добровольном порядке. И на сегодняшний день этот удельный вес нас радует, то есть, он превышает там более 96%. Все остальные – это контрольное администрирование. Ну, конечно, в априори нам вообще хотелось бы уйти от контрольного администрирования. Это проверки, да? Да, контрольное администрирование – это проверки. То есть, опять же, это те лица, которые работают в тени, без регистрации, без уплаты налогов. Ну, таких 4%, да, по вашим оценкам? Ну, если я не ошибаюсь, будем говорить так, более 90%. В добровольном порядке, ну, не значит… Кто-то всегда работает… Даже, по-моему, более 96%. Хорошо. Может быть, какие-то… Какие основные методы по работе Министерства налоговым сбором с неплательщиками налогов, кроме информирования? И вот меры воздействия, что грозит тем лицам, которые, скажем так, не подают добровольные декларации, не работают по закону? Да, значит, если мы говорим вообще о мерах воздействия, методах работы вообще в целом, да, налоговых органов… Ну, может быть, приближение к интернету. Это работа, во-первых, направлена на… Презводится превентивная работа по недопущению данных нарушений. То есть, это и разъединительная работа как в общем, которая направлена к неопределенному числу плательщиков, если мы берем, сегментируем определенные сферы, да, деятельности. Это та работа, которую мы проводим непосредственно с каждым плательщиком. Ну, то есть, если говорить сейчас, вот у нас введен зависимый принцип, вот он получил достаточно развитие в девятом году, в десятом году произошло увеличение видов деятельности, у нас там вошли и тамада, и фотосъемка, и репетиторство, ну, и продажи котят, и щенков, и все остальное. То есть, законодатель предоставляет физлицам право осуществлять эту деятельность в упрощенном порядке, без регистрации в качестве ИП, и с уплатой налогов в значительно меньшей степени, которую платит ИП. Эти ставки установлены на сегодняшний день. Опять же, нами обсуждается вопрос, и, в принципе, мы уже к этому идем. Ну, это решение принимается Мингорсоветом. Мы будем выходить с инициативой об уменьшении этих ставок. То есть, что мы хотим? Мы хотим, чтобы не предпринимать контрольных мероприятий в отношении физлиц. Мы хотим добиться, скажем так, оптимального соотношения, то есть, между количеством плательщиков и, скажем так, способом осуществления деятельности и величиной ставки налога, фиксированной ставки. Но мы хотим предоставить такие условия, чтобы лицам было интересно самим заявляться, ну, как говорится, платить налоги и спать спокойно. Безусловно. Да. А вот какие-то особые, может быть, инициативы, направленные на контроль и стимулирование, скажем так, легальных, легализации интернет-доходов предпринимаются, будут предприниматься? Предпринимаются, нельзя говорить так, будет предприниматься. Ну, вот, среди этих действий нет разработки сайтов, вот, которые вы говорили, тамада. Планируется ли, может быть, расширение перечня? Да, да, работа ведется постоянно, работа проводится конкретно над расширением перечня. Ну, это работа, скажем так, мы должны сначала подготовить экономику этого вопроса, его масштаб, глобальность Вы пока это еще изучаете, да? Да, изучаем, да, идет изучение на местах, то есть, это город Минск, это область, везде есть своя специфика распространения определенного вида действенности. Допустим, для города Минска это, ну, не свойственно, допустим, сельхоз, некоторые услуги, да, там, дробление зерна, вспашка, выпаска, да, все остальное. А для нас совершенно другое, то есть, это репетиторство, уход за детьми, уход за пожилыми людьми, в принципе, вот в этом сегменте. И, конечно, идет вопрос о расширении этого перечня постоянно, то есть, идет обсуждение, направляется предложение в министерство соответствующее, потом поднимается на более высокий уровень. Ну, по интернету пока такого, что в производстве нету ничего, да? По интернету, ну, опять же, смотрите. Веб-разработчик, например, там. Ну, веб-разработчик. Создание сайта. Давайте будем говорить так, что у нас вообще, в принципе, веб-разработчик может работать как с регистрацией, так, в рамках субъекта хозяйствования, организации либо ИП, да? Либо он может работать по договору подряда. То есть, ему сегодня законодательством предоставлено право выбора. Если он работает по договору подряда, он обязан уплачивать, но это обязанность выполнять налоговый агент, удерживать его заработные платы 12%. То есть, заключается договор подряда. В котором это прописано. Прописано, да. А не будет ли это противоречить тому, о чем мы опять-таки говорили, незаконная предпринимательская деятельность, если лицо, например, там, ну, я не знаю, много раз по договору подряда, когда эту работу выполняет. Понимаете, здесь есть одна специфика. Если мы говорим о договоре подряда, здесь одной стороной будет так называемый фрилансер, да, который оказывает услугу. Да, 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 безусловно. А потребителем этой услуги будет субъект хозяйствования. Компания. Компания, либо, опять же, индивидуальный предприниматель, который уполномочен и имеет возможность оформить этот договор. Если мы говорим о оказании услуг, ну, скажем, в области фриланса, да, физлицам, которые тоже иногда пользуются этими услугами, мы уже здесь не говорим о договорах подряда. Мы говорим здесь о регистрации субъекта, этого фрилансера в качестве субъекта хозяйствования. Ну, это может быть ИП, либо, ну, организация, да. То есть, в принципе, если фрилансеры работают именно с компаниями, им, получается, даже необязательно регистрировать ИП. Можно ли сделать такой вывод? Ну, можно такой вывод сделать. У них есть такая возможность. Законодательно они вправе, скажем так, просчитывать в рамках налогового планирования и выбирать свою сферу деятельности. Дело в том, что, понимаете, фриланс, он, ну, это один, понятно, свободный художник. Но если кто-то набирает обороты, у кого-то есть, скажем, определенный имидж, сформировавшийся, он… Есть смысл подняться. Да, уже трудно одному переварить определенные заказы, по всей видимости, он будет привлекать к этой деятельности сторонних лиц. Это уже идет вопрос о создании организации. Я вот хочу сказать, что у нас даже вот так называемых фрилансеров, если мы уже завели о них речь более подробно, вот у нас 354 предпринимателя в городе Минске зарегистрированы. То есть, это осуществление услуг по разработке программного обеспечения. У них ставка налога, если он оказывает эти услуги для физлиц, 330 тысяч. Ну, и мы наблюдаем, что те интернет-предприниматели, которые оказывают услуги, данные сферы услуг для субъектов хозяйствования, они в основном применяют упрощенную систему налогоблажения. То есть, это тоже одна из преференций, которая законодательно введена, установлены невысокие ставки налогов, и она освобождает от уплаты значительное количество налогов. Еще один момент, Александр, может быть, несколько уточним. Вот опять-таки возникает вопрос, пришел еще один вопрос от наших читателей. Мы говорили об ориентации услуг на белорусских пользователей и при показе рекламы. Как можно легально получать доход, являясь индивидуальным предпринимателем, получая чеки за рекламу Google Adsense на сайте, который размещен за рубежом, ориентирован на иностранных посетителей и размещен на иностранных серверах? В чем тут могут быть противоречия? Ну, в общем-то, это достаточно частая просто ситуация, и поэтому я думаю, что ее есть смысл обсудить. Давайте, значит, каждую ситуацию нужно, скажем так, рассматривать скрупулезно. Есть, как вы говорите, много подводных камней, которые должны быть учтены. Есть своя специфика, и уже делается окончательный вывод. Да, как ему следовало поступать? Но одно общее правило. Если он получает даже там эти денежные средства, если он понимает, что их получает в качестве осуществления предпринимательской деятельности, он все равно должен прийти в налоговую инспекцию до 1 марта и задекларировать данные денежные средства как физическое лицо. Потом уже при, скажем, процессе декларирования ему будет оказана определенная консультация и сделаны определенные выводы, как эту деятельность он должен осуществлять. То есть, в общем-то, легализовать такие доходы можно? Конечно, не можно, а нужно. Нужно. Должны понимать, что есть и административная ответственность предусмотрена, и заканчивается пора декларирования, начинается, скажем, процесс обработки, но не прекращается никогда, он просто по определенному периоду, скажем, так более, скажем, ухрупненно начинается. И мы выявляем тех лиц, которые должны были заявить декларацию, которые должны были заявить доходы и заплатить определенные налоги. Ну вот, по прошлому году мы выявили таких лиц более, около, вернее, трех тысяч. Это по всей Беларуси или по Минску? Это по городу Минску. И они доплатили под доходного налога 1,8 миллиардов. Из них 700 человек были привлечены к административной ответственности и заплатили административного штрафа 114 миллионов. А можете ли сказать, какой процент из них оказывали услуги посредством сети интернета или как это были связаны с этой сферой? Нет, к сожалению, вы знаете, я по всей видимости на этот вопрос могу ответить вам в следующей передаче. Почему? Потому что закончится у нас процесс декларирования в этом году, мы, в общем, все данные, и мы уже поговорим, выделим процент и конкретно поговорим о цифрах. Хорошо. Так, еще один момент. Какие существуют способы для декларирования? То есть, вот вы говорили об электронном, и самый простой способ обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, верно? Да, давайте еще раз обратим внимание, потому что у нас в преддверии, так скажем, 1 марта… Наверняка очереди мы будем вычтать. Да, очередей нету, потому что в инспекциях… Мы наблюдаем этот процесс, мы контролируем, очередей уже нет у нас на протяжении нескольких последних лет. Мы от этого уже ушли, это уже наше прошлое. Потому что у нас, скажем так, мы работаем в рамках принципа одного окна. Принципа одного окна. То есть, мы работаем по смещенному графику, декларирование осуществляется и в выходные дни, вернее, да, в выходные дни, то есть это в субботу, да, и мы работаем в рабочие дни со смещенным графиком. То есть, в субботные дни мы работаем, а в рабочие дни мы работаем со смещенным графиком. То есть, если у нас рабочий день начинается с 8.45, ну, я имею в виду, в инспекции заканчивается 18.00, мы работаем начиная с 8.00 и до 19.00. То есть, опять же, мы идем навстречу платежку, потому что мы понимаем, что это рабочий день, рабочее время, он может прийти раньше, либо есть возможность прийти позже, либо обратиться в выходной день. То есть, об очередях на сегодняшний день мы не говорим. Естественно, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы платильщик осознавал и обращался к нам раньше. Почему? Потому что это, опять же, распределяло бы нагрузку и исключало бы возможность, допустим, образования этих очередей. Если мы говорим о способе представления декларации, значит, он может сам заявить, он может заявить передачей своего представителя, он может послать по почте. Он может передать, опять же, как мы говорили, посредственно, воспользовавшись порталом, то есть, дистанционно. Но в этих всех случаях, почему не представлены случаи, скажем, просто там по интернету передать, потому что на декларации должна стоять, быть подпись физического лица, то есть, декларация должна быть, если электронная, она должна быть идентифицирована.